Снежный декабрь 1946 года. В консерватории знакомятся будущая певица Гелия из Польши и московский студент Виктор. А вы из Прибалтики? Нет, я не из Прибалтики. Закончилась страшная и долгая война, и началась мирная жизнь. Теперь каждый надеется на лучшее и ждет от жизни добрых перемен. Надо восстанавливать от разрухи свои страны, еще трудно с питанием и одеждой, но люди живут светлыми надеждами. Кажется, ничто не в силах помешать возникшему чувству героев. Однако пресловутый железный занавес упал между ними непреодолимой стеной. Женить бы на иностранке могла разрушить судьбу Виктора и его мечты стать виноделом. Впрочем, личные обстоятельства героев, точнее желание Гелия стать артисткой, ее стремление к творческой реализации также смущало не менее целеустремленного и перспективного Виктора. Сможет ли любовь преодолеть все условности и преграды? Смогут ли эти двое быть вместе, несмотря ни на что? Эту дилемму предстоит решить вопреки всем обстоятельствам, пытаясь понять, как быть и жить дальше. Трогательная игра Ирины Мозговой в роли Гели и очень искренний Николай Панов в роли Виктора в диалогах передавали не только эмоциональные переживания событий, но и, несомненно, смысл истории, написанной советским драматургом Леонидом Зориным, для которого она имела очень личную основу. В спектакле много сказано о том, сколько горя фашизм принес Европе, сколько судеб было искалечено, какие последствия возникли как для мира в целом, так и для отдельных судеб в частности. Ну да, конечно, впрочем, прошло немало. Да, можно уже задумываться о смысле жизни. История любви на расстоянии, любви, пронесенной через года, и невозможность быть вместе – тема вечная, о которой можно рассуждать бесконечно. А можно прийти в театрально-концертный центр «Щелковский театр» на спектакль «Варшавская мелодия». Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.